Ёлку украсили, декорации поставили, снег привезли. Ледовый городок можно торжественно открывать, что и сделали на центральной площади Уссурийска. Веселили гостей двое из ларца – конь Юлий, принцесса Несмеяна и соловей-разбойник. Сказочные герои с уссурийцами танцевали, кричали, проходили квест. В последнем надо было разгадать тайну потерянного времени, чтобы расколдовать ворота в новогодний городок. Покружимся немножко! Кружимся, кружимся, Уссурийс! На площади приготовлено несколько мест для развлечений. Катание на паровозе, вокруг ёлки, прогулка по сказочной аллее, загадывание желаний в отдельной беседке и не только. Детей не остановило даже то, что спуски с горок ещё не залиты. В общем, Уссурийцы ледовым городком довольны. Горки есть большие, нужно приходить со всей семьи, даже близких брать с собой на эту вечеринку. Мне понравилась ёлка, она очень красивая и самая большая, я думаю. С каждым годом, мне кажется, всё лучше и лучше становится городок. Снег запомнился, которого нет в городе, конечно же. Зимнее покрывало искусственное, но что делать, если осадков не выпало? А какой Новый год без белой пелены? Вот и привезли снега для настроения праздничного. Впервые в Уссурийске появилась почта Деда Мороза. Можно через неё отправить письма родственникам и самому главному дедушке страны. Послание не должно превышать 20 граммов. Работать служба будет с 13 до 15 часов до 26 декабря. Мне очень понравилось вообще этот ледяный городок, какая тут интересная почта Деда Мороза. Насколько знаю, почти в каждом городе сейчас будут применять эту технику, но Уссурийск, по-моему, шестой или пятый город, кто как раз-таки изготовил большую почту, кто поставил целый шатёр, чтобы можно было написать открытку своим родственникам, скинуть и она обязательно дойдёт. Со стороны улицы Октябрьской установили 30-метровую световую арку. В городке есть и объёмные кубы времени, где последняя фигура вместо восьмёрки вот-вот покажет девятку. 2019 год свиньи, поэтому на площади появился домик трёх поросят. Ледяные фигуры ещё не готовы, но к 27 декабря обещают сделать. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс.